МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для тех людей, которые не могут у себя на эфирном канале принять Крым-24, хочу сообщить новость, что буквально чуть ли не завтрашнего дня это можно уже делать, мы появляемся и в эфирном диапазоне тоже. Ну и, естественно, нас можно видеть в кабельных сетях, в номерах регионализации, это за 20-м. И, в общем-то, мы продолжаем в том же духе, мы продолжаем встречи по понедельникам, средам и пятницам, с 17.30 до 18.00. Можно звонить в студию, задавать различные вопросы по всем аспектам информационной работы с населением, 546, 546, наш обычный телефон. В прошлом эфире мы коснулись темы дальнобойщиков, которая достаточно плотно обсуждается в интернете. И эта тема получила, в общем-то, продолжение. Я сегодня хочу на ней остановиться достаточно подробно, потому что вопросов, количество вопросов, которые задают по поводу выступления Дмитрия Потапенко и Павла Грудинина, просто огромное количество. То есть информационный вал, который идет с той стороны, после Московского экономического форума, он колоссален. То есть такое чувство, что все блогеры, они вписались в эту историю, они начинают комментировать. И, в общем-то, даже у либеральной оппозиции, я скажу, появился новый лидер. Так говорят, открытым текстом. Все эти люди, типа Навальных и прочих либералов старого призыва, они отходят на второй план. И появляются, ну, как бы крепкие хозяйственники, которые, наконец-то, высказали, ну, свое видение общей ситуации и даже сделали ряд политических заявлений, которые, кстати, в чем-то созвучны декларацией тех же дальнобойщиков. На самом деле, то, что сказали на московском экономическом форуме Потапенко и Грудинин, мы с вами, особенно люди, которые занимаются предпринимательской деятельностью, в общем-то, знаем не понаслышке. И на протяжении полугода я вел программу «Бизнес-технологии». Она, кстати, будет возобновлена с понедельника, со вторника. И, в общем-то, даже вот, будучи ведущим на съезде предпринимателей Крыма и города Севастополя, там звучало очень много реалий, очень много проблем предпринимательских, которые, на самом деле, действительно показывают тяжелую долю людей, наполняющих бюджет. В принципе, то же самое было рассказано и на московском экономическом форуме. Небольшое отступление. Те, кто не в курсе, произошел в Москве Московский экономический форум. И два человека, которых подняли на флаг, это Дмитрий Потапенко, он ритейлер, он владелец сети магазинов, и Павел Грудинин, это директор совхоза, который занимается выращиванием земляники в Подмосковье, они сделали ряд заявлений, они дали оценку экономической ситуации, они сделали ряд упреков в адрес экономических властей, и, в общем-то, они подвели базу под то, что, в общем-то, в стране надо кое-что менять. Казалось бы, ну, заявление экономическое, не политическое, но со всей ответственностью хочу вот сделать небольшую оценку с точки зрения, что это было на самом деле. Дело в том, что государственническое управление, государственное управление, и, например, управление сетью магазинов, это все-таки не одно и то же. Даже дело не в том, что масштабы другие, количество людей не такое, а дело в том, что круг общения, например, предприниматель, он все равно касается поставщиков, подрядчиков, заказчиков, и основной критерий в силу сложившейся бухгалтерии глобальной, приход-расход, актив-пассив, и сроки подачи налогов, например, на зарплату, и сроки подачи налогов на прибыль и другие. Вот весь комплекс этих вопросов, он на самом деле настраивает людей, которые занимаются предпринимательской деятельностью, на очень конкретную философию. И людям этим нет дела, например, до сбития самолета над Сирией, и людям нет дела, они даже не понимают, а какие, собственно говоря, контрсанкции можно вводить для ритейла. Вспоминаем, что Россия ввела продовольственный эмбарго на продовольствие, поступаемое из Западной Европы, вернее, от стран, которые ввели санкции против России. И на самом деле ритейлеры, и Потапенко в том числе, это на себе ощутили. У них ассортимент поменялся, у них логистика поменялась, и покупатели, которые приносили определенный объем капусты, они как бы отсеялись. Люди недополучают прибыль. И на самом деле их не интересует все то, что находится этажом выше, чем ритейл. Соответственно, они и оценки государственные делают, исходя из своего круга общения. Потапенко, например, сделал заявление о том, что он работает в ряде европейских стран, и в том же Китае, и он на своем опыте, в качестве аргумента, рассказывая, что он 9 лет работает за рубежом, в качестве того же ритейлера, и общаясь в своем круге общения, он совершенно не видит никакой агрессии против России. Он не видит никаких, в общем, как он сказал на этом заседании Московского экономического форума, мы всем фиолетовы. Но понятное дело, на этом уровне, ну, простите меня за это слово, торгаша, да, купи-продай, и человека, который организовывает приход-расход-логистику, как он может понимать, что происходит, например, на Киевском Майдане, или что происходит, например, с точки зрения таможенных пошлин из Европы через Украину, и пользуясь особыми налоговыми льготами для Украины, как можно задавить производителя, причем производителя не фасующего правит масло или правит пиво, чтобы продавать в супермаркете, а производителя, например, который делает, ну, ту же фармацевтику, те же, например, жизненно важные лекарства, или который делает то же вооружение, то же машиностроение, другие вещи, чем купи-продай. И получается, что, в принципе, сказали две структурно вложенные вещи. С одной стороны, безусловно, после 91-го года, когда Советский Союз распался, и все постсоветские республики оказались в таком очень интересном положении, появился налог, выстрел в висок советской экономики под названием НДС, появились смотрящие от американцев, которые 25 лет регулируют и влияют, и на Конституцию, вспоминаем заявление Бастрекина, и на очень многие экономические сферы. У нас несколько силовых корпораций, в общем-то, частично управляются из-за рубежа, и так далее, и так далее. Это действительно есть системная проблема. Но озвучивая эти проблемы и делая это устно, не написав, например, никакого заявления, даже с точки зрения закона об обращении граждан, не сформировав, например, какой-то общественной организации, организации, которая бы выражала в диалоге между разными социальными группами, между властью и бизнесом, такой, знаете, согласовательный и балансирующий посыл. Делать заявление, которое во второй части после проблем, например, имеет такие вещи, как отставка правительства, или, например, такие вещи, да каждый минометный выстрел это по деньгам определенная сумма. Тут сразу вспоминаешь о такой вещи, что купи-продай психотип, а он настроен на то, что он все равно будет считать только деньги. Трава не расти, его не интересуют там ни уходящие в декрет, ни роженицы, его социальная сфера не интересует. Грудинин, тот же директор совхоза, ну, казалось бы, он себя называет крестьянином. Но по большому счету, по психотипу, это помещик и мироед, который, естественно, достаточно эффективно с точки зрения прибыли, наверное, управляет своим хозяйством, но с другой стороны, вот он открытым текстом сказал, да вся эта социалка, ее можно закрыть, вот давайте, как в Финляндии, будем по 800 евро раздавать, и нам хватит на все, и люди будут жить хорошо. Государство — это социальный договор. Не все люди у нас ритейлеры, не все люди у нас крестьянские директора совхоза, скажем так, ну, помещики. А у нас есть люди, которые работают в бюджетной сфере, у нас есть социальные слои, которые очень многочисленные, которые на самом деле для общества делают огромную пользу, но при этом, например, не имеют возможности вынимать прибыль, да даже просто в темную отстирывая какие-то там вещи, не маневрируя. Смысл заключается в том, что государство — это ценность. То государство, которое есть сейчас, даже несмотря на то, что в нем существует и американская агентура, причем и во власти, и среди журналистских кругов, и среди предпринимателей, которым что есть Россия, что ее нет, это вообще-то по барабану. Они прекрасно живут и в Чехии, и в Бельгии, и в Китае, и так далее, и так далее, ценности государства, люди типа Потапенко и Грудинина открытым текстом не выражают. А для большинства 150-миллионного населения России это государство — ценность. Оно есть стабилизирующий фактор, оно есть гарантия правопорядка на улицах, оно есть гарантия какой-то там, но тем не менее, медицины, там в конце концов есть материнский капитал, там есть очень много факторов, которые влияют на рождаемость, какие будут дети, у нас есть система образования, и так далее, и так далее. Вот этот социальный договор существующий, который называется государство Российской Федерации, это есть ценность для подавляющего большинства населения. И в тот момент, когда всякие Навальные отходят на второй план, а выходят в принципе прекрасные ораторы, Потапенко, тот же Грудинин, предприниматели, которые, знаете, есть такое выражение, не по Хуану Сомбреро, то есть люди очень хорошо управляют вот на этом этаже экономическом, приход, расход, взаимодействия с контрагентами, с властями и так далее, они как-то вписались, они как-то работают. И в принципе у них в голове все, что связано с надстройкой государственной, даже не умещается. Во всяком случае, во время этого Московского форума они вот эту вмещенную часть государственной, они даже никак не проявили. Для них это фиолетово. Государство им все равно. Им самое главное, чтобы у них не уменьшалась норма прибыли, самое главное, чтобы они нормально себя чувствовали, как люди своего круга общения. А мы понимаем, что предприниматели, особенно крупные предприниматели, тут же есть еще градация, предприниматели, кто это такие? В 2008 году, однажды еще будучи директором Ялтинской киностудии, я получил бриф от телеканала НТВ, который брифовал сценарное бюро и агентство на написание сценария сериала. В тот момент вдруг пришли к выводу, что есть три типа пассионариев. Это бандиты, менты и коммерсы предпринимателей. О бандитах сериалы есть, та же бригада. О ментах выше крыши есть сериалы. А вот о коммерсах, которые в принципе двигают экономику, в общем-то ничего нет. И тут встал вопрос, о каких предпринимателях, о каких коммерсах писать сценарий. И проведя небольшое исследование, в общем-то мы еще в Ялте пришли к такому выводу, что это далеко не однородная структура. То есть есть, например, предприниматели мелкие, средние и крупные. Но даже эта градация не описывает ничего. Если разделить по горизонтали, то есть родственники, которые сразу хватают ликвидные бизнесы, потому что имеют внешний ресурс под названием родственники во власти. Отсюда и название родственники. Есть крышованные, это люди, которые, например, построили высоко ликвидный бизнес, но к ним пришли и попросили отдать долю. И они закрешевались, согласились с долей и двигаются. И есть люди, которые сами себя сделали, которые свою капитализацию держат в голове, например, которые особо не вкладываются во что-то, что можно отнять. Они не захотели ни туда, ни туда. И вопрос, а все ли эти люди одинаковые? Все ли психотипы одинаковые? Все ли они на самом деле могут стать... Ну, знаете, есть сословия, люди, которые при любых разговорах о каких-то ценностях человеческих сразу зададут вопрос, а что мне за это будет? Это определенный психотип. Так вот, среди предпринимателей, ну, наверное, процентов 60, что мне за это будут, и это... Ну, это такое сословие. Это люди, которые действительно работают с материальными ценностями, генерируют прибыль, эту прибыль в силу своего понимания, законодательства и так далее, распределяют среди вольно-наемных. Но есть еще категория людей, которые, например, думают и о вещах, не связанных с материальными ценностями, а, скажем, связанные с тем, чтобы вокруг на этом предприятии... Ну, я знаю массу примеров таких предпринимателей, которые строят завод и социалку устраивают таким образом, даже, я понимаю, насчет эффективности, насчет конкуренции, насчет давления среды, но, тем не менее, люди вокруг этого оазиса живут лучше. И с точки зрения рождаемости, с точки зрения образования, транспорта, логистики и так далее. Это совершенно другой психотип. И когда в спорах в интернете задают вопросы разные предприниматели, ну, вот почему у нас нет кино о предпринимателях, то тут надо еще определиться, собственно говоря, кто это такие. На самом деле, типажей предпринимателей очень много, они далеко не все равноценные. И люди, которые, прежде всего, мыслят категориями, а что мне за это будет, они составляют, в принципе, большинство. Это основная проблема. С точки зрения большинства населения России, государство — это ценность. И когда дальнобойщики, даже не дальнобойщики, а люди, прикрывающиеся ими, пишут манифесты, в котором каждый пункт — это разрушение государства, особенно с учетом того, что я вот сейчас про Крым говорю, да, мы живем в Крыму, у нас 400 километров до Турции, у нас 400 километров, ну, если считать из Симферополя, там, до границы ДНР, ЛНР. Мы находимся под санкциями. И вот в этой ситуации не понимать, что такое ценность государства, крымчане это очень отлично, хорошо понимают. И в связи с этим я хочу сегодня вот дать оценку тому, что вот появились новые спикеры, причем шикарные ораторы, которые очень четко на раз-два-три сформулировали то, что мы с вами говорили и на съезде предпринимателей Крыма и Севастополя. Но при этом, знаете, как в структуре любой публичной речи, открытие, захватить внимание, визуализировать картинку, всех возбудить, энергетически накачать, а дальше финал это побудительный мотив к действию. Так вот, побудительный мотив к действию может быть двух или трех типов. Первое, давайте согласуем вещи, связанные с оптимизацией взаимодействия власти и предпринимательства. Это трудный путь, он законодательно затруднен, то есть там надо писать письма, там надо собирать встречи, там надо заниматься согласованиями. Либо побудительная часть такой публичной речи, очень хорошая, ораторская, заключается в том, а давайте порушим государство под тем или иным предлогом. То есть уберем социалку, там не будем делать контрмеры, не будем делать вот эту программу импортозамещения, не будем поднимать свое сельское хозяйство. Да, конечно, выгоднее продавать логистически уже построенный тот же ХАМОН, который завозится из Западной Европы. А развивать свои производства ни Потапенко, ни... Ну, Грудинин, понятное дело, он сельским хозяйством занимается. Но в его словах не было желания сделать государство мощным, самодостаточным, с колоссальным внутренним рынком. И не деньги, а, собственно говоря, бы были у них основным критерием. Ведь если говорить о деньгах, вот простая налогия, Великая Отечественная война, немцы вторглись на территорию Советского Союза. По разным подсчетам, там количество денег, потраченных на войну, это колоссальная сумма, даже без учета заимствований по Ленд-Лизу или там из других стран-союзников. И возникает вопрос, а если бы была такая логика, например, в 1941 году, и люди, коммерсы, предприниматели, например, бы планировали ведение войны, планировали бы координацию обороны и так далее. Вот если бы они вот с такой логикой считали деньги, что каждый выстрел это там, я не знаю, золотой слиток, то мы бы с вами, наверное, и не победили. То есть есть вещи, которые не измеряются деньгами. И когда вопрос шел, например, в Великой Отечественной войне просто о выживании народов, живущих на территории Советского Союза, то выражение в одной из песен «Мы за ценой не постоим», оно именно об этом, что деньги-то мы заработаем. Но вопрос о давлении среды, а Россия на протяжении тысячи лет находится в постоянной сетицентрической гибридной войне с западной цивилизацией. Вот как ни крути, начиная от набегов разных, начиная от атак всяких орденов, начиная от наполеоновского нашествия, от гитлеровского, ляхи, те же в 1612 году. Вот всю историю взять и разложить, и мы постоянно воюем, мы постоянно обороняемся. Мы обороняемся редко, но метко, мы иногда даже занимаем европейские города, но в целом нельзя сказать, что, ну, Потапенко заявил на московском форуме, ну, я не вижу давления запада, я не вижу, что у нас есть какие-то причины, например, для контрсанкций. Ну, то есть, человек находится в таком круге общения, у него такое информационное поле, связанное с тем, что он общается с такими же коммерсами, купи-продай, и на самом деле, может быть, вполне я допускаю, что эта информация, о которой мы с вами говорим на протяжении, например, полутора лет, в их круг общения даже не заходит. Ну, не видит он, и что? Тут есть еще одна социологическая проблема, которая называется, ну, сословия, способы зарабатывания денег, да, у разных людей разные. Ну, то есть, есть бюджетная сфера, есть люди, которые по часам отрабатывают достаточно разный труд, медицина, учителя, бюджетная сфера самая разнообразная, получают за это вознаграждение из бюджета. Есть предпринимательское сословие, коммерсы, торговцы, продавцы, купцы. Есть витязи, ну, служивые люди, которые служат государству, и есть царское сословие. Это, в общем-то, управленцы высшего порядка. Смотрите, царское сословие находится здесь не в смысле привилегий, не в смысле там белой крови, а в смысле знаний, умений, навыков, способностей управлять. Что такое власть? Это осознанная способность управлять. Так вот, получается, что царское сословие находится здесь, а торговое сословие находится этажами ниже. И вот торговое сословие Вдруг начинает стремиться на верхний этаж и рассказывать, как строить государство, только исходя из представления о том, как правильно построить торговую сеть. Как сделать логистику, как запаковать, как отстирать налоги, как минимизировать расходы, повысить прибыль. А минимизация расходов не только за счет налогов, а за счет недоплаты, например, работников. Так устроено глобальное экономическое законодательство. Представляем себе сразу баланс. Приход-расход, активы-пассивы. И сроки, установленные в глобальном мире, в какие сроки платить налоги. Там на самом деле все построено для того, чтобы предприниматели имели преимущество даже по срокам уплаты налогов и имели тенденцию, стремление недофинансировать рабочих. И получается вот этот вот перекос, когда в головах у людей бытие определяет сознание, возникает вот такое представление о том, что государство это, в общем-то, не самая главная ценность. Мы не видим проблем с Западом, мы не понимаем, почему мы поссорились с хохлами. Я цитирую в данном случае Потапенко, он так и заявил. Я вообще не понимаю, о чем мы поссорились с Украиной. Ну, на самом деле мы с Украиной и не ссорились, но когда началась резня и когда, я уже несколько раз говорил и про автобусы под Херсонесом крымские, когда начались провокации и когда Крым начал все, что мы с вами сделали, начались вот эти вот движения, Потапенко, живущий в центральной России, он до конца не понимает, о чем мы поссорились с украинцами. Да мы не ссорились с украинцами, мы поссорились с мятежниками, которые совершили государственный переворот и сделали, и разрушили, собственно говоря, ту самую Украину, в которой мы жили на протяжении 60 лет. Тут еще вот какой есть аспект. Вот эти либералы, кстати, маскирующиеся под крестьян, под авторитетных предпринимателей и производственников, хотя сеть ритейла это, в общем-то, торгаши. Вот эти люди, они иногда, кроме того, что делают упреки, разрушающие государство, либо возбуждающие общественное мнение на тему, зачем это все надо, забывая о том, что мы сдерживающие не только для себя, не только для семей, воспитывающих детей, но и для всего мира. Это вообще вне их понимания, это как космос. Они, например, делают упреки, ну зачем нам этот Крым, вот цитирую буквально, зачем вот мы вбахиваем в Крым вот такие колоссальные деньги, Вот этот вот блэкаут, который произошел, он вообще в деньгах, он стоил колоссальные деньги. И в топливе, и в соляре, и в работе, связанной с ускорением строительства того же энергомоста. Да плюс даже просто государственные субвенции, прямые платежи из бюджета, они тоже колоссальные, они больше, чем другие субъекты федерации. Зачем такие расходы? Совершенно не понимая, что ни деньгами сиюминутными, и даже в финансовый период финансового года это меряется. Потому что, если бы, например, в Крыму случилась резня, гипотеза, да, и база военно-морского флота была бы вынуждена с боями отойти в Новороссийск, то для того, чтобы удержать поляну, собственно говоря, стратегически, для того, чтобы суметь защитить свои территории, связанные с Северным Кавказом, с переходом к Казахстану через Волгоград, нужно было бы вложить деньги несоизмеримо большее. Так коммерсы, ритейлеры никогда не рассуждают. Их интересует краткосрочный интерес. Краткосрочный интерес, например, день, неделя, сделка, длина контракта, квартал, два квартала, максимум финансовый год. А думать на перспективу, например, в 40 лет, а что будет с детьми, особенно внуками? Ни один ритейлер, sorry, есть такие люди, но в большинстве своем подавляющем государственнических мыслей, связанных с рождаемостью, с финансированием, с социалкой, созданием государства социальной защищенности. Они об этом не думают. У них мысли только вот на уровне, а давайте сравним экономику, сложившуюся исторически за последние 25 лет, после того, как Горбачев позорно сдал все интересы этой страны на Мальте в 87-м году, и когда сложилось очень определенное, очень четко прописанное из-за рубежа правила поведения, которые на самом деле еще во времена 90-х годов были установлены, и мы сейчас по шажочку медленно их, ну, как бы компенсируем и убираем. Так вот, эти люди совершенно не думают о том, как устроить эту страну, как выйти из этого пошагово, балансом, сохраняя машину государства, которая, в случае, если ее разрушить, то будет точно так же на Украине. Ведь при всем при том, что Янукович, там его хайли киевские креаклы, помните, все эти предприниматели, ритейлеры, которые ходили по Майдану, Янукович должен уйти. Янукович, понятное дело, это не Путин. Понятное дело, это не харизматик, не просчитывающий человек, не... Ну, мы все об этом знаем. Но, тем не менее, при нем существовала определенная система сдержек и противовесов, и государство было даже по уровню жизни, ну, никак не хуже Румынии или того же Египта. Местами даже лучше. И когда государство со всеми вводными, с Януковичем вдруг было разрушено, то в каком состоянии сейчас люди? Не государство, а страна, то есть население, живущее на территории. Когда нет системы сдержек, противовесов, когда не работает милиция, которая обязана следить за порядком и должна применять любую силу, если какие-то незаконные вооруженные формирования, например, даже подрывают линии электропередач. Ничего этого не происходит. Нет государства. Так вот, с учетом того, что Российская Федерация колоссальна по размерам, удерживать ее требуется огромное количество ресурсов, не только финансовых, но интеллектуальных, организационных, человеческих. Я думаю, что нужно просто взять красным карандашом и пометить Дмитрия Потапенко и Павла Грудинина, хороших людей, хороших, наверное, менеджеров, хороших предпринимателей и собственников бизнеса, как либералов, новых фигур либерального крыла, которым что Россия, что не Россия, все равно. Которых не интересует социальный договор, связанный с тем, чтобы мы не только прошли через это время международных катаклизмов, когда на самом деле уровень жизни падает везде, включая Китай. Им все равно, им что в Праге жить, что в Брюсселе, что в Москве, но хочу сказать, что бизнес свой они отсюда не выводят. Потому что когда было такое движение, предприниматели выводили рестораны в Италию, а потом возвращали через год, потому что там средний чек ниже, чем в России. Они понимают, что зарабатывать в России все равно выгоднее. Но, тем не менее, по команде из-за рубежа они создают вот такие вот вещи, когда начинают возбуждать общественное мнение против того, что эта страна не такая правильная, как им бы хотелось. Но для того, чтобы понять, какая должна быть страна, нужно хотя бы поуправлять чем-то, что не является сетью супермаркетов. И круг общения должен быть не только торгашеский. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok